Жизнь без сотового телефона сейчас представить сложно. Практически каждый человек в стране владелец этого гаджета. А операторы, в свою очередь, придумывают многообразие тарифных планов. Из-за этого люди часто переходят от одного оператора к другому. Соответственно, приходится менять и номер телефона. Но со вступления изменений в законе о связи цифры можно будет сохранять. Главное сейчас предоставить нашим пользователям качественную услугу. Для этого и прописывается план, график, проводится тестирование. К введению МНП должны быть готовы все участники рынка, то есть все сотовые операторы нашего страны. Опыт в предоставлении такой услуги уже имеется у 70 стран мира. Нидерланды сделали это в 1997 году, Великобритания и Китай в 1999. В странах Европы за несколько лет внедрения МНП услугой воспользовалось около 20% абонентов. У сурийцев такое нововведение привлекает. Я думаю, что это, конечно, хорошее введение со стороны сотовых операторов. Это даст русским гражданам права белых людей. Они смогут сохранить свой номер, переходя на другого сотового оператора. Наверное, это хорошо. Сам я пользоваться буду или нет, я не уверен. Мне кажется, что это очень удобно, я бы пользовалась. Это вообще классная услуга, потому что очень удобно. И вообще не знаю, что сказать на это. Просто классно. Конечно, буду пользоваться. Но, по крайней мере, пока менять сотового оператора не собираюсь. Например, для меня, то есть, что я номер сохранила, например, для меня удобно. То есть, будет. Ну, смотря кому как. Кому-то нравится, чтобы номер сменить. Кто-то часто сменяет, кто-то уезжает. Изначально планировалось запустить услугу сохранения номера 1 декабря. И Минсвязь сообщает, что не исключено частично ее внедрение к этому числу, поскольку четыре сотовых оператора уже провели тестовые переносы номеров. Разработан план тестирования сетей, а также программа тестирования информационных систем. Данный план базируется на нормативно-правовой базе, содержащей в том числе и описание бизнес-процессов, технических аспектов взаимодействия оператора между собой. Таким образом, база данных всех номеров будет собрана единым оператором. Однако, пока не ясно, кто же будет вести эту целостность номеров. А сами компании прогнозируют, что в первый год предоставления услуги ею воспользуются лишь около 3% пользователей. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Александр Анисимов, Телемикс.